Что это? Это тебе. Мне не нужно? Нужно. Нужно, нужно. Бери. Бери. Это мой подарок. Пожалуйста, бери, трать. Ну, в пределах разумного. Я время от времени буду пополнять счет. Но. 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 После того, что сегодня там произошло. В общем, я понимаю. Ты хотела помочь Максу записать симфонию. Что? 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 Да как вы смеете. Как вы смеешь? Я не позволю это делать за мой счет. Поняла? Что? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как ты вообще могла взять без разрешения чужие деньги? Гарик, не смей так говорить. Я не брала эти деньги. Я что, по-твоему, воровка? Я же видел с утра, как ты уворачивалась от меня, прятала взгляд. Стыдно, да? Стыдно? Ну, все, все. Успокойся. Успокойся. Я тебя простил. Понял. Все. Забыли. Да ты вообще могла. И можешь сказать мне спасибо за то, что я не засадил тебя в тюрьму на пять лет. Спасибо. Ира. Ты почему домой ночевать не пришла? Из больницы выписалась и исчезла. Мама волновалась. Я говорила маме, что за ночевый друг. Что за друг? Очень сексуальный. Очень. Ой, Ларка, будь, пожалуйста, другом. Завари сестре кофе. Сейчас. Сейчас. А ты себя, правда, хорошо чувствуешь? Я себя прекрасно чувствую. Хорошо. Так, а у нас молотый закончился и растворимый будешь? Давай. Благоверного твоего видела. Где? В центре короля. А что он там забыл? Играл в шпиона. В костюме электрика. Как это? Делал вид, что на секретном задании, а на самом деле флиртовал с неистой Гарик. Ты ничего не путаешь? Ну, твоего Кремнева сложно с кем-то спутать, Лар. Я бы на твоем месте следила за ним. А то ты пока здесь у плиты горбатишься, он там воркует с разными девицами. Еще чуть-чуть, и вместо роговым будут рога. Ира, я, конечно, понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. И что весь мир видится тебе в темных тонах. Ну, врать-то зачем? Лар. Наташа, ты здесь? Вернись, это Женя. Открой, с тобой все в порядке? Женька, я здесь. Ты что-то хотела? Слава богу, отозвалась. А то я стала переживать. Я в порядке, не волнуйся. Открой, я хотела с тобой посоветоваться насчет свадебного платья. Жень. Давай позже. Я приболела. Я просто слышу, что ты плачешь. Тебя кто-то обидел. Нет, я не плачу, это насморк. Давай пообщаемся, когда станет лучше. А сейчас тебе лучше уйти, чтобы ты не заразилась перед свадьбой. Ну, ладно. Лечись. Богданчик сегодня в садике познакомился с новым мальчиком. Дома взахлеб рассказывал, как они играли в машину. Просил купить ему новый грузовик. Купим. Все купим. А Ирка забралась совсем. Представляешь? Говорит, что видела тебя в центре Гарика. По ее словам, ты в костюме электрика ухаживал за какой-то певичкой. Плохо ей. Это выдумывает. Ну, я ее быстро на место поставила. Сереж, ты спишь? Лар, давай завтра. Я устал. Вот. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Полюбуйтесь. Это твоих рук дело? Наш источник сообщил о том, что Наталью Кречет уличили в крупной краже денег. Напоминаем, что Наталья Кречет является не только восходящей звездой продюсерского агентства Гарри Короля, но и его невестой. Кто у нас источник? Ты? Ты стерва Ирка. А что ты хотел, Гарик? Да я не в восторге от твоей Наташеньки. Но за случившуюся она должна была быть наказана. Уберь свой пыл! Да, возможно, возможно, действительно слегка Наташка проштрафилась, но ее голос, голос – это товар, который приносит дивиденд, из которых, кстати, ты получаешь зарплату. А скандал – это прекрасный пиар-ход. Погалдят немножко. Через пару дней дашь опровержение, если захочешь. Согласен. Как это все объяснить Наташе? Ай, Гарик, Гарик. А ведь ты у нас жених. Ты и объясняй. Пусть поймет, что за все в этой жизни нужно отвечать. Мало ли? Вдруг послушнее станет. Все равно, Ира, вся эта история тебе не кажется, что возможно, ее просто подставили? Охранник мне показал видеозапись с камеры наблюдения. Там прекрасно видно, как твоя Наташа выходит из этого кабинета. Или тебе еще нужны отказательства? Дай воды, пожалуйста. Привет. А я платье наконец-то нашла. Завтра уже можно забирать, но я тебе его не покажу, потому что я суеверная. Это тебе. А я там что? Потом посмотришь. Ну ладно. Я тогда сейчас вернусь, только букет поставлю в вазу. Привет, Олег. Привет. Ну что, я готова обсудить свадьбу. Давай приступим, а то у меня на сегодня много дел запланировано. А как Наташа? Она в порядке? Наташа? Ну, она сегодня дома. Женя сказала, что она немного приболела. Наверное, спит еще. Что случилось? А ты еще ничего не знаешь? Олег. Что все это значит? Ну и где ты? Почему ты не явилась сегодня на работу? Потому что я не хочу работать с людьми, которые считают меня воровкой. Солнышко, я уже тебя давно простил. Я понимаю, ты просто поддалась соблазну, с кем не бывает. Скажи мне, где ты, и я сейчас за тобой приеду. Мне не нужно твое прощение. Я не брала денег. К чему был этот спектакль, который ты разыграл перед милицией? Нужно было сразу все выяснить и найти настоящего вора. Я готов даже нанять лучших следователей и провести свое собственное расследование. Послушай, мне сказали, что ты выходила из моего кабинета. Наташа, что ты делала в моем кабинете, пока меня там не было? Это уже не важно. Важно то, что ты мне не веришь. Мы не можем быть вместе. Я больше не хочу у тебя петь. Прощай, Гарик. Я вычислил осведомителя Кремнева по контрабанде. Кремнев думает, что он умнее всех, а я раскинул мозгами, посмотрел старые дела. Это антиквар. У него небольшой магазинчик. Он торгует предметами искусства и старины. Иногда его приглашают, как эксперта-оценщика для заключения сделок. Зачем ему сотрудничать с Кремневым? Должок? Типа того. Полгода назад он попал под ложное обвинение. И тогда ему светил очень большой срок. А Кремнев распутал это дело. Так что я думаю, что из чувства благодарности он сливает важную информацию. Ну что ж, Ромка, молодец. Ты настоящий сыщик. Продолжай в том же духе и быстро взлетишь по карьерной лестнице. А я тебе в этом помогу, обещаю. Так а что с антикваром делать? Да ничего. Присматривай за ним, но не трогай. Он еще пригодится. Хорошо. Алло. Добрый день. Наталья, вы простите, я вчера не смог до вас дозвониться. Ну что, вы можете сегодня забрать диктофон записью? Я ничего не хочу слышать о вашем диктофоне. Вы какое-то наказание. С первых дней в Киеве у меня из-за вас одни проблемы. Оставьте меня в покое. Вы постоянно впутываете меня в какие-то неприятности. Скажите, вас кто-то нанял, чтобы портить мне жизнь? Прекрати истерику. Говори по делу. Когда можно забрать запись? Ваш диктофон находится под столом в кабинете Гарика. Как хотите, так и вы доставайте. Наталья, мы можем поговорить по-человечески? Я могу чем-то помочь? Что случилось? Проблемы на работе? Своим заданием вы мне жизнь сломали. Я вас ненавижу. Пожалуйста, не звоните мне больше. Я не слышать, не видеть вас больше не хочу. А что она тут делает? А мне самому интересно. Барышня, вы пришли писать явку с повинной. На вас целый список дел висит. Плюс еще то, что вы мне пришьете. У вас на меня ничего нет. Не берите на фон, гражданин начальник. Не выйдет. Я теперь ничего попала. Я теперь с органами сотрудничаю. Ой, да ладно. Да? Да. Да. Что? Девушка, вам в следующий кабинет. Следующая дверь. Вас там ждут. Ромчик. Ты не знаешь, что это все было? Она к кому? Она наш новый информатор. Так что Феликс попросил наладить с ней контакт. Ясно. Налаживай. Вот только этого не хватало. Да. Доченька, ну как ты? Я видела статью. Какую статью? Что произошло на самом деле? Кто тебя подставил? Я не хочу об этом говорить. Наташенька, я прошу тебя, поделись со мной. Мне важно это знать. Это не имеет значения. Ты права, мам. Ты права, меня подставили. Все считают меня воровкой. И даже Гарик. И что ты решила? Ноги моей не будет в этом центре. Не нужна мне ни карьера, ни Гарик. Я разочаровалась в нем. Свадьбы не будет. Наташенька, у тебя талант. Конкуренты не раз еще попытаются сломать тебя, но нельзя сдаваться. Если не хочешь выходить замуж за Гарика, твое право, но нужно продолжать петь. Нужно идти к своей цели. Зачем? Объясни мне. Шоу-бизнес – это сплошная грязь и вранье. Папа был прав. Да, Игорь излишне категоричен. Он работает лесником глуши. Человеку, который не сделал карьеру, ему сложно понять законы шоу-бизнеса. Мам, да как ты можешь так говорить? Папа всю жизнь посвятил тому, чтобы меня воспитать. Он меня предупреждал. А я не послушала. Теперь еще на всю страну опозорили. Объявили воровкой. Прости, доченька, я... не хотела тебя обидеть. А я тебя. Мам. Я хочу побыть сама. Мне нужно подумать. Хорошо. Привет. Привет. Прости, Феликс. Опера отменяется. Что случилось? Наташу обвинили в воровстве. И в желтой прессе раздули такой скандал. Да черт с ней сыты, опера. И что, завели дело? Слава богу, все замяли. Я хочу, чтобы нашли настоящего вора. Наташа просто жертва чьей-то грязной игры. Диана, если серьезно заняться этим делом, поднимется шум. Оно вам надо? Ну, я так переживаю за нее. Ну, да. И детьми столько проблем. Подожди. Будет у тебя свой ребенок, ты его полюбишь и... Не, мне детей не надо. Спасибо. И столько от тебя. Ну, а что там счастливая невеста? А? Решила, чем хочет заниматься? Учиться или детей рожать? Детей? Я была бы счастлива, если... Что? Диана? У Жени проблемы? Она что, не может родить? Это поэтому твое поспешное решение выдать Женю за этого? Олега? Нет. Просто Женя, она легко подпадает под любое влияние. Хорошее, плохое. И я решила, что для нее будет лучше всего выйти замуж за такого человека, как Олег. Он... Подожди, а он вообще знает, что она бесплодна? Конечно, нет. Я не могу ему рассказать. Ну, как ты себе представляешь, я... Что, должна сказать ему, что у него никогда не будет наследника? Диана, ты должна с ним поговорить. А если он узнает после свадьбы? Семья разрушится? Женя не переживет. Она такая впечатлительная. Диана, ты должна с ним поговорить до свадьбы. Не наживай себе врага в собственном доме. Да, ты прав. Ты прав. На лопатки уложила. Это она-то? Отлично. Я певица. Буду. А знаете, вы позорите почетное звание старшего лейтенанта милиции. Или рассказываете все, или я сейчас выдам вас со всеми потрохами. Считаю до трех. Раз. Я не выдала вас в Гарику только потому, что у меня папа офицер. Я знаю, что такое спецзадание, но вы ошибаетесь. Как продвигается история с королем? Запись удалось получить? Нет. Знакомая отказалась забирать диктофон. Не удивлюсь, если Гарик его уже обнаружил. Ну, отказалась. Надо уметь найти общий язык с барышней, чтобы не отказывалась. А если хочешь, я могу попробовать. Ой, да ладно. Сплю и вижу. Кстати, это та девушка, которая мне не дала арестовать Рябаку. Не помнишь? Серьезно? Как мир-то тесе? Как она вообще с тобой сотрудничает? Она же такая... Какая? Она резкая. Да ладно. Она резкая. Нормальная. Нормальная, но резкая. Хорошая. Хорошая. Не отец офицер. Во всяком случае, она понимает, что такое служба. Есть проблема. Она Гарику доверяет беспредельно. Гарик, то Гарик, все. Противно слушать. Замуж за него собралась. Слушай, это получается, что Ирка пыталась наложить на себя руки из-за нее. Похоже на то. Интересно. Слушай, Левка, а ты... Ты в судьбу веришь? В кого? В судьбу. Я Кремнева верю в прокурорские проверки. Не то, не всегда. Ну, еще ну. Связь душ в астрале. Связь душ. Красиво звучит. Ну, это бессмысленно вообще. Кремнев, что с тобой? Да неважно. Смотри, я... Ларку я люблю. Да. Богдана... Кремнев. Что? Проехали. Выпьем? Выпьем. Давай за семью. Давай. Фигары, виски в кабинете. Это что-то новое. Наташа ушла. Отчет. Насовсем. Я не понимаю, чего ей не хватало. Я же... Я же дал ей все. Магазины, стилисты, обувь, одежда, слава, цветы, поклонники. Я открыл ей дверь в высший свет. Я дал ей перспективу. Она... Неблагодарная. Я бы поверил, что она не брала эти проклятые деньги. Но она же... Она же сама сказала, что она хотела помочь этому... Как ее... Вот этот... Вот тут сидел этот... Максим. Максимка, да. Говорят, что он наваял какую-то нетленку. Нет. Таких совпадений не бывает. Гарик, знаешь, хорошо, что ты на ней не женился. Радуйся. Это был первый случай. Неизвестно, чтобы она учудила потом. Это не твой уровень, милая. Давай не будем об этом. Хорошо. Хорошо. Ириша, ну, постой. Детка, ну... Ты все хорошаешь. Скажи мне что-то, чего я не знаю. Давай поедем куда-нибудь. Как в прошлые времена. Теперь я намерена вести собственную игру. Я знаю все о его бизнесе. Каждый рычажок, каждый винтик. Он заплатит за все. Я не могу. Я сегодня занята. А завтра? Я подумаю. Пока. Пока. Стерва. Ничего. Найдется кто-нибудь, кто меня утешит. Ларка! Лара! Какая ты красивая. Серый, Лара, пришла. Привет. Вы где так набрались? Мы набрались. Это Серый, Лара. Лара, какая ты красивая у нас. Лара, ты знаешь, он весь вечер о тебе говорил. Лара, он говорит... Тихо! Серега, ты помнишь, как ты говорил мне? Иди сюда. Как ты говорил весь вечер. Она у меня золотая. Она у меня боевая подруга. Ты вот такая боевая подруга. Серый, давай песню боевую про подругу. На-на-на-на. Ларка, он у тебя вот такой мужик. Твой муж вот такой мужик. Знаешь почему? Помоги, пожалуйста, мужика в комнату доставить. Мужик в комнату. Мужик в комнату, мужик в комнату, брат. Боже, что-то происходит. Мама, он пьяный. Спасибо за доставку. Спасибо. Спасибо вам. Давай. Почему папа на полу? Боденька, иди ложись спать. Папа просто устал. С работы пришел. Ребенка разбудили. Сережа. Сережа, давай поднимайся, поднимайся. Ну что ж ты так перебрал, Сережа? Здрасте. Возвращение блудного мента. Приехали. Сережа. Давай поднимайся. Сережа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Сережа, здравствуй. Здравствуйте, Антон Дмитриевич. Есть для меня минутка? Сережа, у меня для моих воспитанников всегда время есть. Здравствуй. Что? Что? Натворил чего? Антон Дмитриевич, ну откуда вы всегда все знаете? Я тебя, Сережа, с двенадцати лет знаю. И все твои выражения лица давно изучил. Вот такое у тебя было выражение лица, когда вы с ребятами джинсы из гуманитарки сперли. Да, да было дело. Чаю. С сушками. С сушками. Мы ведь с Ларкой все эти годы душа в душу. Она у меня верная, честная, красивая, умная. Мне до нее всегда было как до неба. Она же из-за меня после консерватории на работу не пошла. И Богдан. Классный пацан у нас растет, вы его видели. Да, видел. Хороший парень. Сейчас... Влюбился. А Ларису разлюбил, значит? Нет, нет, нет. Не знаю. Не знаю. Ларка у меня золотая. Она... С этой девушкой как-то все по-другому. Наташа... Знаете, это как... Как в детстве. Ты стоишь на нашем обрыве, смотришь в небо и не понимаешь, то ли плакать тебе, то ли смеяться. Я измучился. Да, Сережа. Ты так скоро стихи писать начнешь. Смешно? Нет. Я не смеюсь, Сережа. Я завидую. Завидуете? А что мне с этим делать? Я ведь, получается, предатель. Мне ведь своих обидеть, это хуже смерти. Я с самого детства мечтал о семье. На, семья есть, а я что? Ну, а что с этой девушкой у вас романная? Да какой романная? Она скорее ненавидит меня. Да не в этом дело. Мне... Мне тяжело Ларке и Богданова в глаза смотреть, мне стыдно. Семейная жизнь не простая штука, Сережа. Я вот так и не решился. Ответственность перед другим человеком, тяжелая ноша. Выходит, если моя любовь против семейного долга, век мне счастья не видать. На сложные вопросы не бывает простых ответов. Как бы там ни было, кому-то из вас больно будет. То ли жене и сыну, то ли тебе. Но одно я знаю точно, Сережа. Ты хороший человек. А хороший человек поступает по совести. Да. Да, так вы меня учили. Спасибо за чай. Я пойду. Спасибо. А что наш Ромка? Вы еще вместе работаете? Он не всегда за тобой хвостом ходил. Да, работаем, только мы сейчас не в самых лучших отношениях. Что так? Есть кое-какие разногласия. Жаль. Здорово, Серега. Привет. Привет, чемпион. Привет, дядя Лёва. Как жизнь молодая? Хорошо. Ну вот и хорошо. Хорошо. Богдан, иди-ка с детьми поиграй. Давай. Откуда? От верблюда. Подожди, как? У них сегодня выходной, в центре никого нет. Я попросил забрать из кабинета Гаррика этот диктофончик. Уборщицу. Ты гений? А как она согласилась? Она душу отдаст за флакончик хороших французских духов. Откуда такие дорогие взятки? А ты что, всю зарплату угрохал? Да нет, просто нужно иметь правильные знакомства. Например, в таможне. У них на складе конфиската я этого добровольку. Обижен. Слушал? Есть важная информация? Там часов пять все как болтовни, я все не прослушал, но Гарик разговаривает с Ириной по поводу какого-то автобуса. Он будет вести хор с гастролей через границу в Бухаресте. Я не уверен насчет контрабанды, но... В общем, нужно все прослушать. И в доме. Разберемся. Давай, Денис. Пока! Откуда такие красивые цветы? Сергей привез. Ездил в детдом и вернулся с подарками. Ой... Такой ласковый, что ты хоть краном прикладывай. Пошел с Бодей гулять. Что же он так набрался за вчера? Мам, я сама не знаю. Я его таким пьяным еще не видела. Да уж. Но я не могу долго на него сердиться. Он утром выглядел, как нашкутивший щенок. Лара. Мам, у меня из головы не выходят слова Ирины. Что она тебя наболтала? Намекала, что Сергей флиртует с нынешней невестой Карика. Но ты же понимаешь, в каком она состоянии. Ей сейчас хочется, чтобы у всех все было плохо. Прости. Не обращай внимания на ее слова. Мамочка, давай попьем чайку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как это понимать? Извините. СТУК В ДВЕРЬ Ты хотел со мной поговорить. Так говори. Когда-то он успел прийти. В общем, у Женечки не может быть детей. Я должна была сказать тебе об этом раньше. Знаю, ты не ожидал этой новости. Что теперь будешь делать? Да, новость, конечно, так себе. Но скажу тебе так, дорогая отющая, рождением детей я не озабочен. Я хочу еще пожить для себя, в свое удовольствие, поездить с молодой женой по миру. Так что все остается так, как и договаривались. Слава Богу. Честно говоря, я думала, ты погорячишься и разорвешь помолвку. Я очень холодный человек, Диана. И все эти страстные порывы, это все не для меня. Тем более, ты хорошо объяснила, насколько будет удачным наш альянс с Женей. Я подумала, думаю, я очень быстро и приняла решение, отказываться от него я не намерен. Спасибо, что заехала и скрасила мой выходной. И я не сказала Гарику, что Кремнев вертелся в центр. И правильно, я сам решу эту проблему без него. Давай не будем о делах, а? Хорошо. У тебя столько книг по живописи. Твое хобби? Скорее, вторая профессия. И оказывается, о тебе не все знаю? А чем ты любишь заниматься в свободное время? Думаю, о тебе. Я польщина, но я имела в виду другое. У тебя есть хобби? Вот я, например, люблю водить машину. А я смотрю на тебя. Я серьезно? Что ты читаешь помимо этих справочников по живописи? Какая твоя любимая книга? Уголовный кодекс. Прекрасный выбор. Женя. Ты в порядке? Женя, открой. Что происходит? Что тебе нужно? У тебя все хорошо? Я могу тебе чем-то помочь? Нет. Послышалось, что ты плачешь. Я фильм смотрю, ужастик. Мы потом поговорим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Да. Серёга, привет. Просишь на выходной, и так поздно, но это срочно. Что случилось? Да вот решил тебя поздравить. Твоё чутьё сыщика тебя не подвело. Мои информаторы сообщили мне о контрабанде, которая будет в автобусе продюсерского центра короля, который везёт свой хор из Бухареста. Вот, если взять её на КПП, то у тебя будет шанс доказать, что Гарри Король занимается контрабандой. Да, пока. Вот увидишь, что сейчас помчится на границу. Увидится, что всё чисто и отвяжется от нас. Мить, Женя в этом платье будет самой красивой невестой в Киеве. Шикарный сюрприз. Ну я всё-таки отец или кто? Меня художники уважают. Да. Секундочку. Девочки готовы? Сейчас. Та-дам! Та-дам! Женечка, ты просто супер. Затмишь всех. Та-дам! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok